Добрый день, уважаемые члены жюри, представители кафедры СГМУ, обучающиеся и гости. Позвольте представить вашему вниманию научную работу по теме «Вклад сотрудников и студентов Саратовского государственного медицинского института в победу 1941 по 1945 годы». Сложно переоценить вклад медиков в победу во время Великой Отечественной войны. Каждый советский человек старался приложить максимум усилий, чтобы прогнать фашистских захватчиков с родной земли. Врачи и медицинский персонал не стали исключением. С первых дней войны они спасали бойцов, не жалея себя. Фронт, белосердие – это напряженный труд медиков по спасению, лечению и возвращению в боевой строй бойцов и командиров, получивших хранение в боях. Они вытаскивали раненых с поля боя и оперировали по несколько суток без сна. Все это ради достижения одной цели – победы. В дело организации работы госпиталей и переподготовки медицинских кадров лечения раненых и больных большой вклад внесли ученые Саратовского медицинского института. Особенно необходимо отметить активную деятельность главного хирурга, эвакуационных госпиталей профессора Миротворцева и главного терапевта профессора Варшамова, с большой инициативой и оперативностью проводивших громадную работу по организации и обеспечению помощи раненым и больным. К работе в эвакуационных госпиталях были привлечены в качестве консультантов 29 профессоров института. Их опыт и знания позволили быстрее завершить период организационного становления и развертывания госпиталей МЭП-45. С целью улучшения качества лечения раненых и больных, внедрения единой методики лечения и научного обогащения врачей, обобщение опыта работы регулярно проводились научные конференции. Всего за годы войны врачами и консультантами саратовских эвакогоспиталей, сотрудниками медицинского института были опубликованы 67 научных работ и сделано около 200 научных докладов. Научную работу ученые и медики совмещали с практической лечебной деятельностью. Консультанты-хирурги являлись не только организаторами хирургической помощи, но и активными хирургами при проведении сложнейших операций, руководителями научной работы. Например, профессором Архангельским лично и под его руководством за период войны было сделано более 3000 операций. Новизной и смелостью отличалась оперативная деятельность саратовского нейрохирурга Угрюмова. Он успешно оперировал при абцессах мозга, при бессознательном состоянии раненого. Заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии профессор Архангельский в одном из эвакогоспиталей произвел успешное удаление инородных стел из области шеи у 40 раненых. На базе 200 коечного отделения для военнослужащих раненых живот, открытого во второй городской больнице, доцент Рабенович проанализировал результаты лечения кишечных священей после пулевых и осколочных ранений. Главным отоларингологом эвакогоспиталей города Саратовой области в годы войны довелось стать профессору Николаеву. Николай Александрович был известен в Саратове тем, что очень профессионально разрабатывал и выполнял пластические операции на лице. Саратов – госпитальная база Сталинградского фронта. Так красноречиво определил место нашего города в ходе Сталинградской битвы профессор миротворцев. В лечебных учреждениях не хватало самого необходимого – бата и бинтов. По его инициативе началось изготовление корпии из хлопчатобумажного волокна, которые заменяли марлю и вату. Особенно трудно было в дни Сталинградской битвы. Благодаря самоотверженному труду профессоров, научных работников Медицинского Саратовского института и врачей-выпускников МУЗа тысячи раненых вернулись в строй. В общей сложности в Саратовской области за годы войны было создано 97 эвакогоспиталей, смертность которых среди раненых и больных не превышала и 2%. До 82% раненых возвращались в строй. В целом по стране за годы войны наши медики вернули в строй 72% раненых и 90% больных воинов. Если эти проценты представить в абсолютных цифрах, то число раненых и больных, возвращаемых в строй медицинской службы за все годы войны, составит около 17 миллионов человек. В соответствии с требованиями военного времени полностью перестроил свою работу Саратовский медицинский институт, сыгравший большую роль в укомпортовании врачебными кадрами лечебных учреждений тыла и фронта. В течение первого года войны институт произвел 4 выпуска и дал стране более полторы тысячи врачей. Подготовлено более тысячи медицинских сестер и фельдшеров. В 1941 году окончил Саратовский медицинский институт и через несколько месяцев после завершения учебы была мобилизирована в советскую армию Альмина Сулеймановна. Всю войну, начиная с января 1942 года, она прослужила начальником прифронтовых госпиталей на Западном, Калининградском, Третьем Белорусском, Первом Прибалтийских фронтах и закончила войну на Первом Дальневосточном фронте. В 1943 году окончил с отличием медицинский институт Татьяна Александровна Куницына и была призвана в ряды советской армии хирургом, а затем начальником хирургического отделения фронтового госпиталя. На Первом Белорусском фронте. В все дни Сталинградской битвы с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года ординатором хирургического полевого подвижного госпиталя работала Галина Николаевна, в то время совсем юная выпускница Саратовского медицинского института, добровольца, вступившая в действующую армию, а впоследствии выдающийся хирург-профессор, заведующий кафедрой госпитальной хирургии Саратовского мединститута, почетный гражданин Саратова. Она оказывала помощь раненым в условиях глубокого тыла с постоянным приближением фронта и во фронтовой зоне во время уличных боев. Кроме выпускников в начале войны на фронт ушли опытные хирурги клинического городка, ассистенты, а вместе с ними молодые хирурги и опытные медицинские сестры. Благодаря главным образом стараниям медиков в годы войны ни фронт, ни тыл не знали эпидемии инфекционных заболеваний. Немалая заслуга в этом принадлежала студентам Саратовского мединститута. Впервые в мире в нашей стране не сработало обязательный, казалось бы, закон о связи войн и эпидемий, что спасло сотни тысяч миллионов человеческих жизней. Вклад студентов и сотрудников в победу является поистине бесценным. Мы не имеем права предать забвению славное прошлое в истории нашей страны и героев, сохранивших мир. Бессмертен их подвиг, а залогом их бессмертия стала наша память. Память нужна не только тем, кто выстроил, еще нужнее она молодым, чтобы мы знали, что такое жизнь и смерть, война и мир, и какой ценой достигается свобода. Именно память объединяет людей. Спасибо за внимание.